И года не прошло, как новые переходы, построенные в рамках подготовки курорта к играм, стали превращаться в места для мусора, грязи и рисования. Соблюдать чистоту в родном городе пока, к сожалению, важно только для активистов и небезразличных людей. Вот и сейчас они решили навести лоск в местах, которые хоть и под землей, но на виду у всех жителей и гостей Сочи. У нас 44 подземных перехода. Конечно, убираются подряд на организации, но может быть не так, как нужно. И поэтому сегодня молодежь города, волонтеры, волонтеры из серебряного возраста, все вместе вышли на все подземные переходы, чтобы помочь подрядным организациям действительно навести чистоту. В свой выходной день ранним утром активисты взялись за тряпки и ведра, чтобы убрать надписи, которые отнюдь не украшают стены, и стереть грязь. Проходящие мимо пешеходы к работе других отнеслись благоприятно, но помочь в уборке никто не захотел. А вот свое отношение к тем, кто мусорит и кто все это убирает, высказали. Таких людей я не понимаю. Зачем же это надо тортить? Это прекрасно. Это прекрасно, и эту практику нужно во все города внедрять, не только в Сочи. Молодцы, молодцы. Город будет чище, намного приятнее будет ходить гостям и жителям этого города. Подобные субботники в рамках акции «Чистый двор» проходят во всех районах города. Еженедельно волонтеры убирают в тех местах, где больше всего мусора. К такой практике, считают добровольцы, должны присоединиться и остальные жители Сочи. Татьяна Ногорская, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.